Всё, как бы, тема закрыта. Холод между людьми, любовь закончилась. Она заканчивает через предательство, через дугань, через оскорбление близкого человека. Ну, если вы хотите, чтобы он понял, уходите. По-доброму продолжайте относиться, сохраняйте верность, не оскорбляйте человека, уважайте его, даже если он так себя не ведёт. И тогда он поймёт, этот человек. Он будет приходить к вам, спрашивать, и вы не обязаны сразу отвечать. Любовь даёт право человеку быть очень сильным, самодостаточным, независимым. И когда он действительно захочет узнать, в чём дело, потому что он же благодарен вам за ваш труд, тогда вы можете ему по-доброму объяснить. Не то, чтобы типа, «Ну вот, видишь, я тебя ждала, блин, когда ты придёшь, гад такой!» Нет! По-доброму означает, что вы очень аккуратно, мягко, понежно говорите. «Мой дорогой, не надо мне говорить, что ты не смотришь на других женщин. Я прекрасно знаю, смотришь ты или нет. Просто ты должен понять такую вещь, что если ты дальше этим путём будешь идти, ты наше счастье разрушишь. Обмануть ты меня не сможешь всё равно. Я знаю, что в твоём сердце происходит. Я знаю, что денежки тебя испортили. Я знаю, что ты теперь уже не тот, как раньше. Ты начал гордиться собой. Не уважаешь нашу любовь, нашу семью. Не понимаешь, что сделала жена для этого, чтобы ты стал таким. Подумай, пока ещё не поздно. Подумай. Но сразу не надо это поверить. Надо, чтобы он захотел услышать. Теперь даже развалилась семья. Так интересно Господь устроил, сидели рядом две женщины в зале в Москве. Одна и та же ситуация, муж бросает обоих. И ту, и другую. Одна рассказывала, как она хотела, чтобы он вернулся. Как она думала о нём, печалилась, страдала. А другая рассказывала, как она работала над собой. Как она в своём сердце вот это желание, чтобы он вернулся, успокоила. Как она стала красивой, самодостаточной. Сильной внутри. Теперь у меня к вам вопрос. Какой вернулся, а какой нет? А второй вернулся, а первый не вернулся. Понятно? Учитесь правильно жить. Поймите, что отношения — это самое сложное, что есть в этом мире. И не думайте, что у вас не будет счастья в вашей жизни. Счастье рядом, далеко до него бежать не надо. Надо просто знать, как всё правильно делать и к этому идти. Есть обязанности, их надо выполнять. Женщина должна в сердце чистоту к мужчине культивировать. Верить, что это моя семья, это мой долг, это мой крест. Женщина должна это делать. А мужчина должен сказать себе, вот я взял жену, у меня есть дети. Надо сохранить семью, надо работать. Да, вокруг красивой девушки. Нельзя обманывать свою жену, нельзя с ними гулять. Нельзя думать, что никто ничего не заметит. Бог в сердце всё заметит, Он всё видит. Он даст знания твоей жене. А если даже не даст знания, то всё равно ты должен знать, если ты начал встречаться с другой женщиной или девушкой, как хочешь называй, твоя любовь в твоей семье будет уничтожена сразу же. Потому что любовь — это божественная энергия, в грязи она не живёт. А это значит, что дети для тебя станут чужими, жена станет чужой. Что бы ты ни делал, тебе придётся раскаяться и бросить то, что ты делаешь, или разрушена будет твоя семья. Так измены влияют на жизнь человека. Как бы люди это ни рассказывали, я когда об этом говорю, то потом много комментариев идёт там в Инстаграме, в Ютубе, что Олег Геннадьевич, вы как были? Алиса комментирует мои лекции? Я иногда что-то скажу, какое-то слово ей. Алиса говорит «любовь» — это... Комментирует иногда мои лекции. А что мы остановились? Комментарии, комментарии. Да, комментарии комментируют, что типа «да на, Олег Геннадьевич, ну что ты, у тебя у него какие-то фобические какие-то расстройства». Он всё преувеличивает. У меня нет никаких фобических расстройств, потому что я вижу судьбы людей. Вы же видите на лекциях, я смотрю, вам говорю, что происходит. Мужчина сказал, Олег Геннадьевич как бы увидел. А это не Олег Геннадьевич, видите, это Бог. Просто я искренне хочу вам помочь, а Господь мне сердце даёт знания. И вот то, что я вам говорю, это не моё знание. Это Господь в сердце даёт знания, что настоящая любовь означает выполнение обязанностей, означает чистота, верность. Главная обязанность мужчины — не бросать жену и давать деньги на жизнь. Бог тебе наградит за это. Вот у мужчины есть два варианта жизни. Первый вариант — это наслаждаться женщинами и идти в ад дальше. Можно вот любой мужчина, может, особенно на Востоке, может просто гулять, гулять. Новая, новая девушка там, красивый, всё, много красоты вокруг. И с каждой новой девушкой он больше и больше деградирует, погружается в ад. В адские энергии. Второй вариант — сохранять свою семью, быть успешным в жизни, стать настоящим мужчиной. означает расти, развиваться, стать успешным, сильным, вырастить хороших детей, которые будут уважать тебя в старости. они говорят, отец, ты такой у нас очень хороший человек. Мы так тебе за всё благодарны. Не смешиваются эти два варианта, мои хорошие. Вы знаете, что если в джинкосах на двух лодках встать и поплыть, то дальше произойдёт неприятная ситуация. Я разок на лекции резко встал, у меня новые штаны были, вот, и прямо как на лодке, когда на двух лодках. Так, прям посередине, так. И сел я сразу. Люди спрашивают, задают вопросы, я никуда не иду. Мне помощник говорит, пойдёмте, Олег Иначеев. Пускай сначала люди. Пусть. Я думаю, странно, я не знаю, что всё идёт. Так и тоже на двух лодках, знаете. Ты и погулять хочешь, и быть успешным, и счастливым в личной жизни не получится. На двух лодках рвутся штаны посередине. И ты вообще потом никуда не пойдёшь. Стыдно будет. Поэтому каждый человек выбирает одно из двух. Всегда мужчина должен выбрать. Или счастье, вот такое глубокое, настоящей верности, чистоты, уважения, успеха. Бог будет тебе всё давать. За твою аскезу жить с одной женой своей и больше ни с кем. Второй вариант — это гулять. Некоторые мужчины идут вот так, они бросаются в неё, и пошёл по рукам. Одна женщина, вторая, третья. И это путь в ад. Вот он, первый вариант — ты успешный в этой жизни, а в следующий — в рай пойдёшь ещё. И там будет ещё больше счастья. А второй — ты гульнул, и дальше в ад. Там уже, как бы, для тебя индивидуальное масло подберут. Индивидуальный подбор масел есть. Какой тебе больше подходит там, в каком будешь вариться. Всё индивидуально. Сверху. Поверите всё, да. Промаскивание. Потому что в Ведах написано, что когда мужчина изменяет жене, то он там в аду или варится в масле, или обнимается с раскалённой статуей, которая сжигает его всё полностью. Там в психическом теле человек не умирает. Ему кажется, что он умер, а он жив. Ну, как во сне иногда, да, мы такие умираем, а на самом деле я ещё жив. Там точно так же в аду. Поэтому всегда есть выбор. Ну, женщина, которая бросает мужа, вот у меня сегодня была консультация с женщиной. Мужчина её задолбал. Просто гуляет, пьёт, ведёт себя очень плохо. Замучил её. Она как бы слушает лекции и уже не знает, что делать, взяла консультацию. Говорит, Олег Геннадьевич, я хочу его бросить. Я говорю, останетесь одна потом надолго, будете наказаны. Она говорит, ну, я не могу жить с ним, мне останутся плохо. У меня психика вылетает. У меня ребёнок уже башкой бьётся, а пол маленький, у него уже психическое расстройство пошло. Я не могу жить в такой обстановке, он ничего не работает, всё, что вы говорите на лекциях, не работает. У меня есть квартира своя. Можно я разведусь и буду там жить? Мне никто не нужен. Я знаю, что вы скажете, что потом будет плохо, будешь наказан на следующий мужчина. А никто не надо. Я хочу просто жить спокойно. Я не хочу болеть и умирать из-за того, что сейчас происходит. Я говорю, а есть ещё третий вариант? Она говорит, какой? Я говорю, поехать в эту квартиру, жить отдельно, написать ему условия совместной жизни и не разводиться. Она говорит, а чем этот третий вариант лучше? Разницы же нет, что я разведусь. Нет, моя хорошая разница есть. Вот если вы поедете и не разводитесь, вы такие, потом он будет, допустим, раскаиваться, вы ему будете давать шанс. Вы, допустим, приехали назад, он обнаглел, опять уехали в эту квартиру. И так воспитывайте его. Вы можете год, допустим, жить отдельно, ставить ему условия. Если он не захочет меняться, вы будете прощены Богом. Вы сделали всё, что могли, и Бог вам даст другого хорошего человека. А если вы его бросите, то будете наказаны и получите ещё хуже, чем этот. Поэтому, мои дорогие женщины, даже когда, как это, у меня есть один знакомый еврей, он мне такую золотую вещь сказал, мудрость, он говорит, знаешь, всегда есть выход. Даже, говорит, когда тебя съели, как минимум два выхода есть. вот, поэтому, мои хорошие, надо всегда знать, как правильно. Даже когда вот совсем тяжёлая ситуация, сделать всё правильно, и потом она мне рассказала, что она уже уходила от него в эту квартиру, и он становился лучше, а потом опять портился. Я говорю, ну всё, процесс, значит, идёт, значит, человек исправляемый, потому что женщины должны знать один секрет. Женщины исправляются, и мужчины должны знать секрет. Как исправлять близкого человека? Женщины исправляются с помощью мягкой, доброй беседы. Вот если вы сможете успокоить свою жену, посадить, и начать с ней откровенно, мягко, по-доброму разговаривать, она всё поймёт и исправится. Но для того, чтобы это произошло, может быть, надо немножко, чтобы её гордость поубавилась, может быть, как-то какие-то страдания заставят её понять, понять, что надо с мужем вести себя честно, откровенно, что не надо от него секретничать. Потому что если женщина не рассказывает, не открывает своё сердце мужу, как вы думаете, она, женщина, может всё в сердце оставлять или нет? Значит, она будет своё сердце открывать кому? Да другому. И самое ужасное, если другому мужчине. Потому что если женщина какому-то мужчине открывает сердце, значит, она становится зависимой от него, от этого человека. И он может всё угодно, может сказать, пойдём в постель, она пойдёт в постель. Скажет, пойдём замуж за меня, пойдёт замуж, пойдёте замуж за него. То есть женщина, когда кому-то открывает своё сердце, но не мужу, она становится зависимой от этого человека. Поэтому женщина должна своему мужу открывать сердце. Иначе она становится незащищённой, опасной ситуацией в жизни попадает. Ну, подружки ещё есть, верные подружки, можно им рассказывать. Но мужу надо тоже, конечно, не всё. Понятно, что есть мужчины, которые могут принять, твои какие-то проблемы могут не принять, но женщина исправляется только через добрую беседу, мужчины запомните. Если вы хотите её силой наказать, а там угрозами какими-то, словами какими-то твёрдыми и сильными, ничего не поможет, она ничего не услышит. А в мягкой, доброй беседе она всё поймёт и справляться начнёт. Согласны женщины? Да. Девочки тоже маленькие, вот они бывают капризничают, упрямятся там, что-то своё хотят. Знаете, если вы хотите их воспитывать, только когда вы сможете довести свою дочку до такого состояния, что она с вами сядет, по-доброму начнёт разговаривать, только тогда вы сможете ей дать знания через добрую, мягкую речь. Девочку можно воспитать. Теперь мальчик или мужчина. Добрая речь или недобрая, долгая или короткая, мягкая или грубая, ему ваша речь пофиг. Любая. Потому что мужчину словами изменить невозможно. Некоторые женщины говорят мужу, пожалуйста, не делай так, будет плохо. Это всё бесполезно. Мужчина не меняется с помощью слов. Это касается даже мальчика. Вот, допустим, у вас маленький ребёнок, он нашалил. Вы к нему подходите. Если будешь шалить, я тебе поставлю в угол. Сработает? Нет, он скажет, да, мама, хорошо. Наврёт вам. И тут же пойдёт дальше опять шалить. Так? Как надо действовать? Надо брать его за руку, вести в угол. Он скажет, мама, мы куда идём? В угол. Зачем? Потому что ты нашалил. Я больше не буду. Хорошо, сынок. Но в угол всё равно пойдём. А? Слушайте, слушайте. Вот вы ребёнка поставили в угол, он там постоял, вам будет больно. Потому что это ваш ребёнок, он страдает, стоит там. Вам сердце больно, но вы ему принесёте благо таким. Когда женщина действия совершает против мужа или против ребёнка, ей больнее, чем мужу. Но это единственный способ воспитывать мужчину. Это поступок. Запомните. И поэтому женщине не надо ничего говорить. Вот если, допустим, муж ведёт себя неправильно, сразу молчок и пошла в другую комнату. Поступок нужен. Поступок. Не разговаривайте. В крайний случай уедьте, поживите к матери. Когда вы, допустим, поступки совершаете, мужчина начинает понимать. Слова его никак, ничего не изменит. Он не будет понимать слова. Только действия меняют мужчины. Только на действия он реагирует. Запомнили? А действия женщина совершать не любит в семейной жизни. Ей очень трудно совершать действия. Вот именно это и работает. Больше ничего не работает. Действие означает дистанцию. И это тоже очень сложное знание. Знание о том, что такое приближение и отдаление. Любовь живёт только в приближении и отдалении. Вот если, допустим, люди встречаются, люди разлучаются, там живёт любовь. Она не живёт просто в статичном состоянии. Но люди, они не хотят отдаляться. Люди все привязаны друг к другу, они хотят только приближаться. Они лезут, лезут, лезут друг к другу, пока пружина не натянется, а потом разоблись и разошлись, как в море корабли. навсегда. Понимаете? Каждый человек, если он хочет, чтобы была любовь, должен научиться быть самодостаточным, не зависеть от близкого человека. Потому что любовь подчиняет себе, она заставляет быть тебя зависимым. А ты должен сопротивляться. Иначе разрушишь свою семью. Когда человек может быть самодостаточным и побыть одно какое-то время наедине с собой, счастливо, радостно жить, при этом есть близкий человек, ты о нём вспоминаешь, но всё равно даёшь себе возможность любить друзей, любить природу, любить Бога. Тогда близкий человек потянется к тебе и будет меняться. Но если ты постоянно лезешь к нему, значит, ты его задолбаешь, и он тебя будет отшвыривать от себя. Учитесь приближаться очень по-доброму, когда приходит время. Когда приходит время, подальше друг от друга. И вот любовь означает приближение, отдаление. Но люди в основном, или они отталкиваются друг от друга, не могут приблизиться, потому что не хотят. Надоело, всё плохо. Или замучают друг друга приближением и вызывают отвращение друг от друга. Олег Геннадьевич говорит, у меня проблемы с мороженым. Когда нет мороженого, я скучаю по нему. Когда есть, я обжираюсь и потом рыгаю в туалет. Что мне делать с мороженым? Тебе надо делать что-то не с мороженым, а с собой. Потому что мороженое — это вкусный для тебя продукт, это хорошо, но тебе надо научиться с ним правильно себя вести. Понятно? так же и близкий человек. Это как что-то вкусное, которое он объелся, и потом ходишь в туалет. То есть надо учиться сдерживать свои желания по отношению близкому человеку. Итак, что такое обязанности? Обязанности — это стабилизирующее семейное отношение сила. И каждый человек должен их выполнять независимо от того, хочет он это или нет делать. Вот, допустим, женщина говорит, мне не нравится готовить, Олег Геннадьевич. Вот я не хочу готовить, мне не нравится. Почему? Бывают причины. Женщине очень трудно, она, допустим, очень чувствительная, скрупулезная, ей, чтобы приготовить, надо очень много сил отдавать. Она говорит, мне не нравится, пускай лучше в кафе поест. Я устаю от этого готовки. Можно попробовать как-то облегчить ситуацию, допустим, взять помощницу как-то, оплачивать, чтобы она всё резала там. Может быть, даже и варила. А тебе надо всё равно освещать пищу и кормить мужа. Просто женщины поймите, что если вы не будете кормить своего мужа, то его будет кормить кто-то другой со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть, или мужчина говорит, ну не могу я работать, Олег Геннадьевич. У нас есть родители, нам помогают, деньги с пассивного дохода, ну не могу я работать, не хочу. Хорошо, не можешь работать, развалится семья. потому что женщина, когда она находится с мужчиной, который не работает, даже если есть деньги женщины, мужчины, даже если есть деньги в семье, мужчина не работает, женщина живёт с ней, с ним, от него её начинает тошнить. она просто хочется вырвать от этого человека, она не может рядом с ним находиться, потому что мужчина, который не работает, становится как понос. От него воняет. Я что-то не так, женщина, сказал? Да. Поэтому мужчина, любой мужчина, даже есть деньги, всё равно должен где-то работать. что-то делать полезное для людей, иначе он не сможет жить счастливо в семейной жизни. Также не выдумывайте никакие способы избежать росписи. Не надо придумывать ничего. Нет росписи, нет семьи. Допустим, вы живёте, Олег Геннадьевич, у нас гражданские брак, всё нормально. Посмотрим. Ненормально. А? Ненормально. Это как бы есть мины, которые взрываются сразу, а есть с часовым механизмом. А если не как, ну это как мусульманское благословение? Без росписи. А вы видите, это не как сделать? Что такое? Такое может быть, но тогда люди должны быть... Ну, вот смотрите, давайте я сейчас вам эту тему разберу. Роспись, это, ну, всегда это клятва. И если люди расписываются, то ситуацию держат государство и родственники. Ну, то есть, ты отвечаешь перед государством и родственниками за эту ситуацию. Если ты венчаешься в церкви там, или делаешь обряд какой-то мусульманский, который называется росписью, то ты отвечаешь перед мулой, перед Кораном, перед Аллахом. И эта система работает, если вы по-настоящему верующие люди. И муж, и вы. Потому что есть разные мусульмане, понимаете? Один мусульман пришел к своему наставнику пьяный. И наставник говорит, ну, ты что, Коран читаешь вообще? Ты читал там, что когда люди пьют, гуляют, не работают. Ты читал об этом? Он говорит, да, читал, пьют, гуляют, не работают. Я так и делаю. Он говорит, так надо читать, что дальше будет. Он говорит, ну, Коран это такое очень объемное произведение. Я же не могу весь Коран знать. Я говорю, сколько смог, только прочитал. Пьют, гуляют, они работают. То есть поэтому есть разные мусульмане. Если человек не по-настоящему глубоко верующий, то просто роспись в краме, в мечети не поможет вам сохранить семью. Потому что эта роспись не регулируется мусульманскими наставниками и священным писанием, потому что человек этому не следует, не слушается и не верит в это во все. Понятно или нет? Но если наоборот все это люди верующие, разойдутся не разойдутся Классно, супер. Развелись люди, все равно живут вместе и не разойдутся никак. Что делать? И с кухней кожи отоплинули? Это так классно, это означает, что они все равно вместе. Потому что в данном случае бумажка ничего не стоит, они продолжают жить вместе. Бог держат вместе. Надо учиться. У меня такая история классная была. Есть в Венгрии одна ведическая община, и там очень строгие законы по разводу. Если люди развелись, их выгоняют из общины навсегда, они даже вернуться потом не смогут. Очень строго. И мы с женой жили вместе, и как-то так вот у них не пошло. И они решили, так им хотелось вообще не быть. И они решили, что они просто не вместе, но при этом живут вместе, и делают вид, что они вместе, никому об этом не говорят. Скрыли, короче. Они все, не общаются, вместе, не спят, все. Ну, как будто у них развод, но при этом живут в одном месте. Плохой период длился два года. Два года прошло, они опять подружились, опять никому ничего не сказали, и опять теперь вместе. Но потом рассказали уже ситуацию, и эта ситуация была уроком для всех, что на самом деле, когда людям плохо, и когда они хотят разбежаться, то есть только одна причина, две причины. Первая причина, идет плохой период, растаскивают людей, и вторая причина, они не умеют, не знают, как любить, они не знают, как вообще отношения строить, не понимают просто. Пусть 7 лет это же срок, там два года вы сказали. Ну значит вы не знаете как любить, нет знания. Вы его как мужчину уважали вообще в жизни? Вот так? А он как к этому относится? Ну сейчас уже как-то вот есть привычка и все же время волнуемся. Где ты и он жива там вообще где? Нас посмотри где ты. нет из вас семья осталась семья. Просто я вижу ситуацию, я вижу что между вами произошел какой-то поступок, событие какое-то произошло, которое разрушило ваши отношения. Вы не можете переварить это событие, принять это. Родня это у нас всегда же так не принимает килинку в кавровской семье и наоборот. Ну и моя сторона и его сторона там разрушили, родня семью разрушили. Нет, у вас есть семья, вы живете вместе. Чингет Казахстан «Юг-север» я знаю, да, Верхний джуз средний, да, как там большой, маленький, что-то, старший, средний, младший, я знаю, да. У вас есть семья и все и все память. Жить можно. Да. Итак, мои хорошие, еще раз внимание, есть главные обязанности, куча других обязанностей, они все имеют значение, но есть главные, которыми нельзя никогда пренебрегать. Женщина не имеет права думать о том, что ей не подходит этот человек. Она так думает, все, она разрушила семью уже все. Женщина не должна, чтобы кто-то другой заботился о мужа. Она должна уважительно обращаться. Мужчина должен ласково себя вести с женой. Вот если, допустим, ты все делаешь, деньги приносишь, роспись есть, детей любишь, все классно делаешь, вот все прямо идеальный муж, но ты вот не подходишь жене, не садишься с ней, по нежному ласково не разговариваешь с ней. Твоя любовь в ее сердце не зайдет. Она будет любить другого, который вообще ничего для нее не делает. И никак ей в жизни не заботиться, не помогает. Она будет его любить, а тебя любить не будет. Кто вот, у кого в жизни такой пример? Есть такие примеры? Есть? Поднимите руку, у кого такие примеры? Вот, видите, вон женщины поднимают руки. Потому что женщина будет любить только того человека, который ласково и нежно и по-доброму с ней разговаривает. Все, больше она никого любить не будет, потому что любовь в ее сердце должна зайти. Вот ты много чего для нее сделал, теперь сделай так, чтобы твоя любовь к ней в сердце зашла. Если ты как сухарь с ней себя ведешь, там, с работы пришел, своими делами пошел заниматься, потом в постель ее зовешь, рано или поздно ей будет противно это все. Потому что ей нужна беседа, ласковые нежные слова, добрые ласковые отношения, надо ее послушать. Еще важно понять, что женщина чувствует себя любимой, когда ее слушают, когда она может рассказать про свою жизнь, как у ней жизнь протекает, что там у нее происходит. Так или нет? Иначе она не чувствует себя любимой, а значит тогда вся твоя забота коту под хвост. Тоже надо знать об этом. Про интимные отношения я не буду рассказывать этого сапатологу свой скот. объяснить тоже имеет значение все это, но мы не будем в эти подробности вдаваться, потому что у нас формат беседы очень возвышенный, чистый, светлый. Какие вопросы у вас по лекции? Сзади девушка, да? Геннадий, скажите, пожалуйста, а существует дружба между мужчиной и женщиной? дружба. Истинная дружба между мужчиной. Вот женщина, она как устроена, скажите? Вот женщина, как устроена? Она какие отношения строит с людьми? Доверчие. Близкие, да? Близкие. Правда? Да. Мужчина какие отношения строит? Деловые. Деловые, серьезные такие, в дружбе, да? Да. Почему девушки важны женщины и братские? Могут дружить, да. Там как бы немножко одна буква меняется. Там не братские, а там Л. Буква Л там вместо Эра. Вот. Ну, и ладно, это шутка. К каждой шутке есть доля шутки. Знаете, я вам что скажу? Есть грубый секс, есть тонкий секс. Действительно, бывает брат и сестра, но эти отношения брата и сестры регулируются Богом. Ну, то есть, не то, что там типа братишки и сестры, не то, что любой мужик может стать твоим братом. Твоим братом может быть только твой брат. И всё. Больше никто твоим братом быть не сможет. Это генетически и божественно регулируется. Да, действительно, брат, ну, действительно может быть братом мужчина для женщин. Действительно, такое бывает. Эти отношения защищены Богом. Там нет вожделения. Но запомните такую вещь, что когда мужчина приближается к женщине и ему нравится с ней беседовать, вот нравится с ней поговорить о чём, но при этом не включаются, допустим, желания там с ней лечь в постель, там и так далее. Просто поговорить с ней. Вроде бы эти отношения, ну, как дружба, да, то есть не являются чем-то таким плохим, правда ведь? Ну, поговорили там, она ему рассказала что-то в жизни. Ну, теперь давайте представим, что эта женщина выйдет замуж. Но не должен же быть муж или нет? Да. У меня теперь к вам вопрос. А вот эта женщина сможет вот так очень откровенно разговаривать со своим мужем, если у ней есть друг. Да, вы думаете? Нет, нет, вопрос, как всегда приедет. Нет, моя хорошая, не виляйте хвостиком, мы с вами разговариваем серьёзно, потому что это ваша жизнь. Итак, вы должны разобраться в одном вопросе, вот если женщина откровенно, доверительно разговаривает со своим другом, у нее есть друг, мужчина, она сможет доверительно, откровенно разговаривать со своим мужем? Нет. И сразу тогда я хочу вам спросить ещё одну вещь, а является ли в этом случае эта женщина верной своему мужу? Нет. И последнее, что я хочу вам добавить к этому ко всему, ещё одну вещь, маленькую. запомните, если женщина откровенно, доверительно разговаривает с каким-то мужчиной, ей приятно разговаривать с ним, открывать ему сердце, может быть, этот мужчина и не станет её мужем, и не утащит её в постель, может быть, но я могу вам сказать вполне определённо и точно, что обязательно это сделает кто-то другой. Потому что если женщина не открывает своему мужу своё сердце и он не является для неё другом, то это значит, что она не защищена от возможной измены в жизни. И эта измена обязательно произойдёт, если женщина не поймёт одну вещь, что да, мужчина может быть другом у женщины, близким другом может быть, и этим другом у неё должен быть муж. Действительно, мужчина может быть близким другом, и это должен быть муж, потому что если не муж будет твоим близким другом, но у тебя при этом будет муж, который не сможет быть твоим близким другом, потому что у женщины может быть только один близкий друг, мужчина, только один. Двоих не может быть. И это должен быть муж. А если это будет не муж, значит твоя семья будет разрушена. И это будет только вопрос времени, когда это произойдёт. И посмотришь дальше ловкость рук и никакого мошенничества, как это работает в жизни. А если пока не замужем, и у тебя есть мужчина-друг, то тогда никогда ты не выйдешь замуж. Потому что этот мужчина забрал твоё сердце. Вот женщина кому открывает своё сердце, тому она и принадлежит. Запомните, мои дорогие друзья все, мужчины и женщины. Женщина пошла к психологу, к мужчине, начала открывать ему сердце. Потому что бывает, что женщина открывает мужчине сердце, но он не является её другом. Он является для неё наставником. Знаете, квалификация мужчины, который может помочь женщине, которая открывает ему сердце, знаете, в чём квалификация закручается? Он должен смотреть на неё как отец, а не как муж. Это означает, что мужчина развитый. Он способен быть старшим. Это значит, что он не реагирует на женскую красоту. Он просто для неё наставник. Это очень сложный и высокий уровень. Потому что иногда мужчины, становясь наставниками для женщин, наслаждаются их женской красотой. Это дисквалификация для мужчины, который хочет быть наставником. Если женщина открыла ему сердце, то он может взять её за ручку и привести в постель. И я такие случаи видел много раз. Не один раз, а много раз. Вот. Тема хорошая. Спасибо за вопрос. Вот теперь, если у женщины есть друг, и он не берёт её замуж, то значит, она пока будет дружить с этим человеком, замуж никогда не выйдет, потому что у неё сердце занято тем человеком, кому она его открывает. Понятно? А с бывшими мужьями как устраивать добрые отношения к дружине? А с бывшими мужьями надо устраивать деловые отношения. Потому что если муж бывший, то у вас есть два варианта только. Или вы держитесь от него подальше, или опять включаются родственные отношения, означает муж и жена. То есть если вы выйдете, вышли заново замуж, и у вас включились муж и жена отношения и родственные с бывшим мужем, то значит вы теряете настоящего. Даже если с тем ничего не будет. Да? Ваш фактор? Из-за этих соображений у нас компании решили избавиться от всех женщин. А вы правильно? Вот из-за этих соображений. Ну то есть, чтобы не было вот этого вожделения, и чтобы мужчины думали о работе. Чем компания занималась? Строительная компания. Ну тогда нормально, строительная нормальная. Если это была бы, допустим, отдел продаж, тогда это было бы... Да, тоже там. Большая компания, и там у нас есть и секретарш, и все это есть, и мы бы решили просто, чтобы не было никаких лишних мыслей. Женские энергии, они, женские энергии, они нужны для привлечения людей. Вот, допустим, в отделе продаж женщины лучше продают 10 раз, чем мужчины. Потому что они позвонят, да, алло, да, да, да. То есть, они привлекают и сразу приедут. Следовательно, не надо избавиться. Знаете, как решается вопрос? Можно сделать, допустим, есть женские отделы, женские энергии. Вот, допустим, отдел продаж. Это женская энергия. Оставьте там одних женщин. Когда они будут в курсе, или не пускай руководит женщина. Все одни женщины. И бухгалтерия, да? А? И бухгалтерия. И бухгалтерия, это тоже женская энергия, да. Тоже одни женщины, все. Но вообще желательно, чтобы в бухгалтерии работали женщины, и бухгалтерия мужчины, это лучше. А вы поймите такую вещь, что даже если бухгалтерия будет мужчина, все равно бухгалтерия будет женская. Вы от женщин деньги никуда не вытащите. Они все равно будут у женщин. Все, я вас понял, спасибо. То есть есть женская энергия. Деньги – это женская энергия. Мужчина, ну как он будет к ним относиться? Ну да, ну сто тысяч там, да, ну там. Женщина, она будет как к деньгам относиться? Она будет все полностью с деньгами, что связано очень серьезно. Это здесь, это там. У мужчины психика по-другому работает. Это здесь, это там, ему пофиг на эти деньги. А женщины нет. Она будет следить за ним, переживать, смотреть. Это женская энергия – деньги. Можно, допустим, чтобы подгузниками занимался мужчина. Но все равно от этого толку не будет. Мало-то. Мужчина может очень хорошо готовить. Но женщина своему мужу приготовит лучше. Потому что она не просто готовит, она готовит так, чтобы он был здоровый и счастливый. Так у женщины устроено. Вот моя жена мне в тарелку кладет ровно столько, сколько мне надо для здоровья. Не больше и не меньше. И каждая женщина так делает. Она готовит только то мужу, что ему надо для здоровья. У нее и так работает ее система. Благодарю. Мужчина может пытаться привлекать. Но он никогда так не сможет привлекать, как женщина. Поэтому в деле продаж должны работать женщины, потому что это энергия привлечения. Они им звонят, что «Алло, да, я вас слушаю. Да, у нас есть такие дома. Конечно, вам подойдет». Мужчина, «Алло, да, есть дома, да, он крутые, на трейдере, на трейдере». Я не заплатил, чтобы вы думаете, точно. Женщина, да, что-то надо. Конечно. Ну все, вопросы. Женщина, женщина, у кого-то нет. Да. Однозначно. Не смогу. Ваш вопрос? Спасибо, добрый вечер. Олег Геннадьевич, вы сегодня говорили про планы Бога. В моей жизни недавно появился человек, и мы с ним, как вы говорили, я открыла ему сердце. У вас по судьбе очень медленно строятся отношения. Вы не сможете резко так раз и человека включить в свою жизнь, чтобы он вас взял замуж. Нужно ждать. И это трудно, потому что по вашей судьбе время должно быть. Да, но так вот получилось, что его недавно посетили. И я теперь не знаю, как будет у меня... Насколько? На два года. Ну а как он себя ведет? Насколько он цену платит? Серьезно, как вы с вами? Или нет? Я пока не могу сказать, потому что я его не очень хорошо знаю. Вот я хотела понять, для чего он мне вообще... Нет, тогда не надо все, тогда точка. Потому что если он ждет вас, если серьезные отношения, тогда стоит платить цену. Ну а если вы просто с ним один раз поговорили, и как бы и все, и привет родителям, тогда ничего не было просто. Ничего не было. Просто я хотела понять, для чего мне вообще эта ситуация? Ничего, как злая судьба пришел. Не привязывайтесь, ничего не было, все. Спасибо. Ну это же вообще мужчина может и умереть, допустим, поговорили, он умер. Что мне теперь делать? Ну, жить дальше, чего? Ваш вопрос? Добрый вечер, Андрей Геннадьевич. У меня вопрос. У меня супруга, у нее часто были лицевые нервы. Ничные нервы. Может быть, вы посмотрите, что-то уйдете? Понимаете? Ну, сейчас, пока беременность, мы не будем сильно там очищать что-то. Надо сейчас вот роды отдать. Но вообще это пятый психический слой, там статическое напряжение бьет по нервным тканям. Нужна вода, нужны статические упражнения. Сейчас пока вот нужно аккуратно все, не нужно сейчас все носки сделать. Давайте, мои хорошие, лучшие вопросы по лекции. Ну, давайте вы вот по лекции, вот девушка вот болит. Да-да, то есть я не договариваю иногда, это уже старость. Говорит, это как боксер один, его интервью берут, он говорит это. Вот представьте, в подъезде вам встретились трое и хотят вас ограбить. Он говорит, что вы будете делать с первым? Первого я справа, снизу, куб подбородок ударил. Хорошо, второго, во второго в лоб, с левой руки. А третьего? Что тут третьего? Третий у меня день рождения. Так, напомните еще раз, о чем мы говорили. То есть, опасности в чем, чего? Две опасные зоны. Первое, это желание, которое не меняется. У женщины? Да, даже. Это характер. У женщины две опасные зоны. Первое, желание. И второе, характер. У мужчины две опасные зоны. Первое, вредные привычки. Вот если ты мужчину встретила, надо узнать, есть вредные привычки или нет. Привычки он не встает. А если есть? Если есть, это очень опасная зона, потому что если у мужчины есть вредные привычки, их исправить мужчине очень и очень тяжело. Годами он их исправляет. И вторая опасная зона, это у мужчины, куда идет его развитие. Или он, ну как бы, погружен только в работу, духовностью не интересуется, только работа и, ну как бы, он в основном телевизор, там все прочее. Это очень опасно. Это значит, что у мужчины совесть не будет включаться, он не будет включать ответственность, серьезность в жизни. Или наоборот, он интересуется работой над собой, он там в спортзал ходит. Для мужчины даже спортзал – это зона развития. у него начинается все с тела, с движения. Если в спортзал ходит, интересуется чем-то, как работать над собой, слушать, значит, он идет вверх. Если идет вверх, вредных привычек нет, это золотой мужчина. А золотая женщина, если ты характер ее выдерживаешь, и привычки, ну ее желания для тебя, ну, выполнимы, у тебя есть возможность выполнить ее желания, значит, тогда нормально. Но надо смотреть, ты переваришь или нет, там, допустим, чуть-чуть выпивает. Может быть, нормально, исправим ситуацию. А если запои, уже все, тут уже патовая ситуация. Или он бабник, допустим, ты узнала, что прошлый мрак развалился, потому что он гулял. Или он вообще с тобой гулял, когда его брак развалился. Это значит, что он будет еще с кем-то гулять, когда у тебя с ним будет брак. Ничего не поменяется. Вот тогда вопрос. Да. Вот сейчас корпоративы начались, да, вот, в компании? Да, они всегда были. Новый год, да? И вот сейчас, естественно, муж, жена и начинает, вот муж, допустим, говорить против, ну, что ты там будешь делать, и так далее, а там коллектив, как бы, коммуникация должна быть. Я не знаю, корпоративы разные бывают. У меня один знакомый министр говорит, ну, как бы, у меня два варианта, или уходить с должности, или не изменять жене, потому что корпоративы, бани совместные, там все решения принимаются в бане, там же девушки, и все смотрят, ты как, как бы, с нами или без нас. Вот. Где-то там просто ресторан, и что ли, и... Семен Гурочем, новый год там, и так далее. Конечно, у вас все нормально, женщина, конечно, все нормально. Спасибо вам. Вот. И он принимает, представляете, он принял решение не ходить в эти места. И они все равно его оставили министром, потому что он хорошо выполнял свои обязанности. просто сказал, я хочу быть верным своей жене, и все. То есть выход всегда есть, понимаете? Точнее, два выхода. Давайте сзади тоже у нас есть, вот в зеленом, да. я замужем, я замужем, с этим двое детей, мы живем уже на детском, с родителями мужа. И вот очень такая привязанность именно к маме. У кого? У мужа? Да, у мужа и у мамы. Это Восток. А? Восток. Вот никто друг друга не хочет отпускать. Он уж, я, конечно, мутовал, уже последние три года. Вам придется терпеть. вот, чем хорош Восток, и чем плох Восток? Восток хорош тем, что здесь очень сильно развиты семейные ценности. и люди устойчивые в отношениях. И плох Восток этим же, этими же семейными ценностями. Потому что очень сильно привязываются к мамам, к папам, всем, к родственникам. Родственники влияют на ситуацию, поэтому нужно со всеми постоянно пить чай, сидеть, разговаривать, тратить время на общение, иначе будет только хуже. Ну, то есть, Восток означает, надо много тратить время на родственников. Означает, с ними надо общаться, дружить, уговаривать их, чтобы они не портили тебе семейную жизнь по-доброму. Вот ты Восток и ничего не сделаешь с мамой. С мамой ничего не сделаешь. Здесь вот полтора года назад это требовало, он был рядом как мутил, и так в основном доме. Я теперь ему говорю, давай, свидание устраивать. Нет, он даже на три часа найдет. Вот такая... Свидание с кем с вами, что ли? Ну, да. Вы замужем? Это ваш муж? Что, он с мамой живет, что ли? мы все вместе живем. Получается, свекла, 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 двое детей и мы с мужем. И вы не можете близко с ним общаться с мужем вообще, да? У вас нет возможности с ним быть наедине? нет? Нет, есть, мы хочем отдельно вытянуться. Видимо, маму как бы. А он чувствует... Ну вот, мужчины должны знать, что женщине нужно отдельное общение, отдельное пространство, беседа так, чтобы никого вокруг не было. Ей нужно, чтобы сможем быть наедине, тогда она любовь чувствует. Когда кругом куча народа, то женщина не чувствует любовь. Ей нужна вот эта вот... Я вас поддерживаю, но как мне вам помочь, чем... Вот у меня даже идет внутри есть потребность вот этот муразон не может это сделать, это купленная им квартира. Родители не против. А он вот все... Знаете, что вам не хватает? Да. Вам не хватает возможности воспитывать своего мужа. Не знаете, что он воспитывается поступками? Просто они сговаривают. Я говорю, что он сказал Барбамбея Киркуду. Что это значит? Он сказал, что он просто тебя зарежет и все. не разговаривает. Барбамбея Киркуду. Также я ему говорю, что если не выбираешь разводиться, не надо разводиться, не говорить таких вещей мужу. Видите, вы не понимаете вообще, ваши разговоры не работают. Вот женщины, вы услышите меня, вы много болтаете. Давай разводиться там. Для мужчины это не слова. Да. Зачем это все делать? Надо просто не разговаривать и все. Вот это для него сильнее подействует. Его жена с ним не разговаривает. Она улыбается, все, он разговаривать не хочет. Он ее к себе прижимает, а она нет. Все, и вот так можно его воспитывать. И надо ждать дальше, ждать. Пройдет три стадии. Первая стадия угрозы. Скажите, что ты делаешь, я тебя расстрою. Вторая стадия подлизывания, не надо поддаваться. А потом третья стадия он скажет, в чем дело? Объясни мне, расскажи. И когда вы начнете ему говорить, он вас услышит тогда. Угрозы не работают, истерики не работают. Работает только поступок для мужчины. Поступок означает не разговаривать. Он очень ответственный за тело. Я знаю, что у вас хороший муж все на доех. Можете меня не убеждать в этом. Я сейчас занялась самореализацией. которые не будут. Моя хорошая, я вам уже все сказал. Надо не разговаривать. Некоторые люди мне объясняют, что Олег Геннадьевич, давайте я вам побольше расскажу от своего мужа о себе. Я вам сам могу побольше обо вас рассказать, если хотите. Рассказать? Рассказать. Муж очень по-доброму с вами разговаривает. Он как вы правильно сказали, любит свою маму. Он любит родственников, с ними проводит время. Он ответственный руководитель, у него в коллективе все его любят. Это ваш муж. Вы тоже переживаете за своих детей, за семью, за все переживаете. Я все про вас знаю. Мне не надо ничего рассказывать. Я вам сказал, что надо делать. Вы не умеете воспитывать своего мужа, потому что у вас очень мягкий добрый характер. он не то, что он обнаглел. Просто если вы хотите какой-то вопрос решить, вам придется с ним не разговаривать, хоть для вас это очень трудно. Потому что он такой хороший человек, не хотите ему приносить беспокойство, а придется. Потому что он не знает, что женщине нужно отдельное пространство, иначе энергия любви не движется. Нужно с ней быть наедине. И если он этого не понимает, то тогда любовь будет разрушаться в семье, и вы из-за этого сильно беспокоитесь. Я вам сказал, что надо делать. Редактор субтитров Корректор Корректор